Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги, окна МФЦ. Один банк – все услуги для бизнеса. Он надежный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнеру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надежный бизнес-партнер. Подробности в офисах банка на сайте банк. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензис ОБРФ номер 254. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Всем здравствуйте. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. Добрый день еще раз. Напоминаю вам о том, что викторийная история создания сегодня состоится. 12.30. Поскольку сегодня вторник. Загадка готова. Готов приз в виде сертификата на 1000 рублей. Загадка интересная, историческая. Надеюсь, что да. Надеюсь, что интересная. Ну, естественно, историческая. Это же историческая викторина. Хотя у меня все чаще тянет, говорит, и современность. Потому что ведь каждый день становится историей с приходом нового дня. Ну, да ладно. Представим нашего гостя, который уже у нас в студии. Виталий Брам, организатор движения «Делай дороги», член региональной группы общественного контроля за ходом ремонта дорог. Добрый день, Виталий. Добрый день. Виталия мы в основном пригласили поговорить об одной дороге нашей Кировской. Речь о ней зашла во время и после Гренландии. Этот фестиваль состоялся у нас в минувшие выходные. Ну, Николай Валуев, конечно же, опять отличился. Я думаю, что многие из наших слушателей уже посмотрели те ролики, видео, которые выложены. Вот я так представляю, едет этот огромный мужик в своей машине и ойкает. Ой, что ж такое-то? Якобы отремонтированная дорога Киров-Русская. Вот о ней мы сегодня в первую очередь хотим поговорить. Ездила я тоже на Гренландию как раз. Это то направление, да? Да. О котором мы сейчас говорим. Ну, Киров-Садаковский, Киров-Бахта, Киров-Костина, Киров-Башаров. Это все одна и та же дорога. Нормальная дорога там. Нормальная? Нормальная дорога, да. Ты когда ездила? Ответьте, как хорошо. А ты когда туда уезжала? В субботу? В субботу, да. Просто вот я хочу еще сейчас процитировать уже нашумевший пост вице-спикера Заксобрания. Михаила Курашина. Проехав накануне в четверг по дороге до Бахты, я был поражен тем, что дорога оказалась засыпана какой-то грязью, которая лишь прибавила темно-серую цветость, безобразие. Поэтому там все это намесилось. Но уже тогда возникла мысль о том, что все это не выдержит никакого даже мелкого дождя. И как показалось в субботу, я не ошибся. В субботу проезжал мимо фестивальной поляны в сторону Кирова и решил посмотреть на дорогу от русского до Бахты. Это был ужас, знак восклицания. Грязь, которой забросали ямы и ямище, естественно, уже уплыла. А дорога добавила к своему кошмарному состоянию еще и грязный оттенок. Очень надеюсь, что общественная палата и Виталий Брам уже обратили свое внимание на этот ремонт. Как интересно, общественная палата и Виталий Брам. Вы знаете, основная дорога вполне, я отмечаю, я просто ездила по другим направлениям, поэтому все познается в сравнении, там действительно все не так уж и плохо. А вот действительно, когда поворачиваешь туда уже, где Гренландия проходит, ближе-влиже, там действительно очень хочется взлететь, потому что ты подскакиваешь буквально на каждом сантиметре, когда едешь. Я в Великой Радости не был на Гренландии, не ехал по этой дороге, но видел видео и фото, которые нам скидывали и люди, и то видео с Валуевым и все прочее. Тут еще вопрос в том, что Валуев не единственный, кто проехался по этой дороге. Там же много было, тысячи, как сообщают организаторы. Нужно понимать, что, насколько я понимаю, в том случае, когда мы имеем дефицит средств на ремонт, то есть этой дороги запланированной вначале не было. Я так понимаю, что именно для Гренландии что-то они сделали. Скорее всего, даже не в рамках ремонта, а в рамках содержания дороги. Вопрос, конечно, что они сделали и как. То есть они закидали по повседневности старым асфальтом. То где-то снимали асфальт, его размельчили и вот здесь вот уложили. В принципе, такая технология где-то используется, где-то возможно. Но опять же, если мы видим, что через два дня все размыло, все смыло, то есть, соответственно, какие-то нарушения, скорее всего, были. Мы уже там сделали запросы в администрацию города для детализации, что это было, в каком сумме, по какому карату, какие виды работ. Вот так как раз Виталий Брам уже отреагировал, на чем попросил Куражем. Да, мы с Михаилом разговаривали на эту тему уже вчера. Мы сделали все запросы уже, чтобы понять, что это было, что это было за ремонт, что это было за содержание. Если там были какие-то нарушения, они, наверное, были, потому что все смыло, но не может там ни ремонт, ни содержание держаться один-два дня, грубо говоря. Ну, это просто нереально. Соответственно, нужно сделать так, чтобы переделали за свой счет подрядчики, кто делал этот ремонт. Если, соответственно, есть гарантия. Ну, если есть гарантия, да, но если мы видим, что было сделано что-то некачественное и не по технологии, то есть в любом случае есть технология даже на выполнение любых работ, в принципе. То есть если она была нарушена, я-то понимаю, что она была нарушена. Ну, потому что не может там вот эти работы держаться один день. Вот итог. Значит, нужно будет что-то делать. Ну, в любом случае, мы как только получим уже информацию от администрации города, что это было, в каком виде проводилось, и в рамках каких средств это все проводилось, тогда уже можно будет говорить о чем-то. В какие сроки должны администрации ответить? Ну, нам довольно быстро отвечали, ну, в течение недели. Это письменное обращение было? Да, письменное, от общественной палаты, да. Письменное, от имени общественной палаты. Ну, есть надежда на то, что администрация, ну, тут в первую очередь, наверное, начальник управления благоустройства и транспорта, Вячеслав Николаевич Симаков. Сарди Николаевич, я думаю, что довольно быстро ответит. Хороший человек. На самом деле, дорога мне это хорошо знакома. В той стороне находится садовый участок, на который мы ездим, да, семья. Киров, Костина, по крайней мере. Вот я все ждал. Ну, когда же, когда же начнется ремонт этой дороги? Ты так как оцениваешь? Плохо, да? Ужас. Ну, если вот сравнить, ты же ездишь еще в Уржум, я вспоминаю... Не только в Уржум, вообще по области я довольно, ну, так, активно езжу. Ну, это просто очень хорошо можно сравнить, потому что, когда едешь в Уржум, и вот там вот после Уржума, на Вятские поляны, не знаю, как сейчас, но, в принципе, такой проблемный участок. Вот если сравнивать этот участок и направление вот в Костина, да, в Костина, что хуже? Безусловно, Костина. Да? Да. Друзья, ну, давайте приедемся по юго-западу нашего города, там улица Ульяновская, строителей, они, мне кажется, не лучше намного, чем вот эти дорогие. Вот как раз, по-моему, 11-го числа накануне должен был состояться аукцион, как администрация анонсировала, вот, кажется, южная часть города, западная или южная часть города. Они будут там гуляться в июле месяце, я думаю, что уже получат какой-то итог по этому направлению. Ну, просто мы просто постоянно удивляемся, потому что вот у нас-то какая-то там дорога на там Гринляндию в ужасном состоянии, но весь город в таком состоянии. И ничего не меняется? Потихонечку, на ваш взгляд. Потихонечку. Менеется. Ну, возле, там, городской администрации сделали хорошо, возле ФСБ сделали хорошо, возле, там, ТИР управления и Налоговая сделали хорошо, остальное пока непонятно. Но вы же ездите по ночам, контролируете, контролируете, так в итоге почему? Вроде приехали, проконтролировали, а получается плохо. Нет, просто слишком маленький объем пока что, масштаб работы. То есть мы вот за месяц сделали больше 30-40 выездов и получили информацию от людей, которые нам скидывали видео, фономатериалы, ну, помимо наших выездов. Ну, можно сказать, что мы заметили на ямочном ремонте какие-то там системные ошибки, то есть, допустим, проливка битумом или прохая, там, роботка, там, места ремонта, продовка и все прочее. То есть какие-то сдвижки уже сейчас произошли в этом, в этих мелочах, грубо говоря, да? Помнишь, у нас эфир был на тему контроля общества за ремонтом дорог в четверг, там, интересные результаты опроса были на нашей странице ВКонтакте, да, по-моему? Это когда Андрей Усенко к нам приходил, да? Нет, когда Дмитрий Кордюмов приходил в прошлый четверг. А, прошлый четверг. Где ремонт, где дорожники, не вижу. Где же дорожники? У нас самый популярный вариант ответа был на нашей странице ВКонтакте. Ну, нужно понимать, что, к сожалению, вот вся конфигурация перечисления средств и разыгрывание там тендеров, аукционов, она вот такая вот неэффективная, на мой взгляд. То есть что-то в этом нужно делать, но это, мне кажется, уже вопрос даже к федеральной власти, наверное, к системе распределения средств и все прочее. Потому что, ну, а те федеральные там субсидии, которые пришли в конце мая, начале июня, они только-только сейчас разыгрываются аукционы. То есть вот только-только. То есть, соответственно, мы видим ремонт только в июле-августе, а там зима. Нафига он уже? Да. И еще большой вопрос, что будет после того, как зима закончится. Зима уже скоро. Вдруг она будет такой же теплой, как минувшая зима, и на это ссылаются чиновники, что асфальт как раз-таки не выдержал, в первую очередь, этих перепадов температуры. Мы будем стоить уже сейчас точно именно по этим всем работам и контрактам, которые сейчас выполняются. Все там гарантии на обязательства. То есть они установлены там где-то 48 месяцев, то есть там 4 года. На ямочный ремонт там 6 месяцев установлены. Хотя возникают там проблемы, что нет однородной установки гарантийных сроков по некоторым контрактам. Но сейчас вот те улицы, которые мы делали, мы видели, что делают там Павла Корчагина, Карла Маркса, профсоюзная Ленина. Там гарантия установлена на 48 месяцев. То есть нужно просто следить. Вопрос немножко в другом состоит. Вот мы стали разбираться в теме гарантии, допустим. И, возможно, возникнет такая проблема, что да, они меняли верхние слои асфальта, а подушка осталась прежней. Соответственно, если что-то произойдет с верхним слоем, то это можно было списать на то, что самый нижний слой, там подушка, она какой-то ход, не знаю, там. Деформировалась. Деформировалась. Просела. И, соответственно, верхний слой тоже туда начнет падать. Поэтому какие-то, мне кажется, там гарантийные обязательства могут слететь, просто, грубо говоря. Вот посмотрим, как это будет в реальности. Давайте продолжим нашу беседу после небольшой паузы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке Коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Владимир Сметанин, Виталий Брам, организатор движения «Делово. Делай дороги», член региональной группы общественного контроля. С заходом ремонта дорог. Возвращаясь к этой дороге, Киров, Садаковский, Костина, Бахта, Русская. Следили, да, Виталий, за событиями, когда Вячеслав Семаков сообщил о том, что все-таки будет эта дорога как-то... Попытаются ее привести в порядок с помощью вот этого асфальтового гранулята. Ровно неделю назад он заявлял об этом. В понедельник. Вот мне кажется, что уже из этих слов, из этих сведений, ямы будут прогридированы и заделаны асфальтовым гранулятом, а не щебнем. На мой взгляд, это уже не подпадает ни под какие рамки, в том числе гарантийные. То есть это непонятно что. Это работает в рамках содержания дороги. А, это текущее содержание дороги? Ну, конечно, то есть это явно там не ремонт, потому что ремонт выполняется по четким, там, с низким условиям, заданиям и все прочее. А это в рамках там содержания дороги, но тем не менее мы же видим, что произошло, то есть, но не могут быть вот такие там работы, которые выполнены, продержаться. И только их работа два дня, ну это просто бред какой-то, значит, что тут было сделано не так, потому что какой-то такой вид, он все равно же где-то там где-то используется. Иначе мы просто видим, что это там закапывание денег куда-то там в землю какую-то, не знаю. Ну, как сообщил Симаков, 7,5 миллионов на это собирались потратить. Ну, пусть, если они потратили, 7,5 миллионов смыло. Ну, пусть обратно-то в лорот бюджет города, да, если бы поговорю, потому что довольно большая сумма, то есть, ну, явно не 7,5 миллионов рублей, потому что, ну, вот это участок улицы, там, там, Карамаркса стоит, там, 20 миллионов, которые сделали, ну, какие здесь 7,5? Ну, там, дерьмо, которое сделали, ну, явно. По поводу стоимости в вашем заявлении тоже там есть вопрос, есть просьба обосновать, почему именно такая стоимость? Ну, да, мы как только мы получим вообще обоснование, там, детализацию, какую стоимость, какой там виды работы, какой объем работы выполнять, то есть, уже тогда можем говорить о чем-то, то есть, пока непонятно. То есть, я слышал, что информация тоже 7 миллионов, но мне кажется, это неточность какая-то, скорее всего. Мне еще хотелось бы обсудить этот чудный инцидент, который произошел у нас в дождливые выходные, я думаю, многие тоже видели этот ролик, где эта асфальтовая заплатка на перекрестке Преображенской и Октябрьского проспекта, да, по-моему, просто она просто болтается в потоке воды. — Виталий. — Болтается, я видел, да. — Наблюдали? — Я видел, да. — Вот это что? — Это заплатка, которая болтается. — Это ямочный ремонт, да, был? — Это ямочный ремонт. — Произведен. То есть, тут уже сколько гарантий на ямочный ремонт? Полгода? — Полгода, да. — Полгода. — Ну, тут, соответственно... — Но, опять же, здесь есть маленькие хитры. — Явно есть косяк. — Есть ямочный ремонт, который происходит в рамках ремонта контрактов, а есть ямочный ремонт, который происходит в рамках контракта на содержание. Те, которые происходят в рамках ремонта контракта, да, там есть гарантия 6 месяцев прописана, а те, которые происходят в рамках содержания, гарантии нет никакой. То есть здесь еще посмотрим, в рамках чего это происходило. Пока, к сожалению, мы не просматривали именно, что это было, в каком месте и когда он был выполнен. Напомните, пожалуйста. Потому что он был сделан в прошлом году, кто его знает. Ролики, видеоролики, которые демонстрируют плохое состояние дорог, они продолжают приниматься региональной группой? Видеоролики, фотофиксация, все принимается. Куда? Давайте еще раз повторим контакты. Самый простой вариант, на самом деле, это наша группа ВКонтакте делает дороги. То есть мы в любом случае анализируем всю информацию, которая там выкладывается, и уже обрабатываем ее, в том числе и в общественной оплате и все прочее. Можно скинуть на адрес общественной палаты. То есть есть сайт общественной палаты. pk.o43.ru. Там есть отдельный раздел прямо на главной странице вверху. Общественный контроль ремонта дорог. Красного написано. Не пропустите. Да, там есть все данные, есть почта, есть все прочее. Можете там записаться в общественные инспекторы, чтобы иметь какой-то статус. Нужно просто участвовать. К сожалению, мало довольно людей участвуют. Мало вот этих инспекторов желающих? Ну да, кто хочет выезжать. То есть мы стараемся выезжать, конечно, всегда. Мы это члены рабочей группы. Поругать, да, присоединиться как-то не очень. Это состояние нашего общества гражданского или негражданского. Что касается тех дорог, тех улиц, которые уже отремонтированы. Вот Павла Корчагина наконец-таки, да, долгожданное событие состоялось. Бывали уже на Павла Корчагина? Да, конечно, и во время ремонта. Расскажите поподробнее как-то. Там все соблюдено, все хорошо. Основная претензия или не претензия, но непонимание того, что там как раз-таки проводился ремонт без фрезерования поверхности. То есть там прямо выложился новый асфальт на старый асфальт. Да? Да. Товарищ Симаков это объяснил тем, что там слишком тонкое основание. Если его отрезеровать, то от него вообще ничего не станется. Естественно, у меня возникает запрос, как мы сейчас уже там разговаривали по поводу гарантии, как с него там слетают. То есть не произойдет ли там вот такая ситуация. Хотя там гарантия в соответствии с контрактом 48 месяцев, то есть 4 года. Ну вот посмотрим, как там все будет держаться, продерживаться. Сейчас, конечно, по ней есть, там тишь до глади очень хорошо. Но что с ним произойдет после зимы, большой вопрос. Но в процессе того, как Павла Корчагина ремонтировалась, вы, общественные контролеры, пытались? Ну там есть контракт. Давить на то, что действительно, что делать? На старый асфальт кладете без фрезерования? Что делать? То есть здесь есть контракт. В нем все прописано, все там техусловия и все прочее. Там фрезерования нет. То есть, ну, и есть мысль логический. Если на самом деле так, как говоришь товарищ Симаков, то что да, есть там старый слой, который слишком тонкий. Если его снять и вообще ничего не останется, то, соответственно, есть проблема. То есть даже имея вот те деньги, которые пришли, вроде бы, как нам казалось, да, как круто то, что пришло увеличение там с 35 миллионов до 400 миллионов на ремонт в городе. Но это уже все же мало. Мы же понимаем, что многим улицам требуется капремонт. Капитальный ремонт – это полностью смена и самого нижнего слоя, подушки и всех остальных слоев. Но это очень дорого. То есть в разы, может быть, в десятки раз дороже, чем сейчас. То есть если мы говорим про, допустим, смену верхнего слоя, допустим, как те работы, которые происходили на Карл Марсе и что-то такое, ну, порядка, не знаю, может быть, там 10-15 миллионов километров, условно говоря. И отсутствие фрезерования на Павлу Корчагину на всем протяжении, где проводился ремонт, то есть от поворота до улицы Колхозной, там порядка где-то 3,5-4 километров получается. А как вы наблюдаете вот такое нарушение же это, в принципе, да? А то немножко непонятно, то есть на самом деле, по сути, нормально все. То есть у нас достаточно артов размытые, на самом деле, все нормативы вот в этих вещах. Ну, по крайней мере, вот именно здесь мы видим. А процедура какая? Вы видите, то, что она так, в принципе, не делается. Вы что, Симакову сразу звоните? Мы звонили Симакову, мы, как раз у нас была встреча в общественной палате, он сидел с нами за одним столом, и как раз тему там поднимали. Это что касается... Ну, в любом случае, мы же видим, что есть там контракт, есть его выполнение. Есть конечный результат. То есть сейчас нужно лишь смотреть, остается за тем, что будет происходить за дорогой и требовать исполнения гарантийных обязательств. Если будут какие-то проблемы. В принципе, процедура, она какая? Вот вы находитесь, когда контроль, приезжаете, смотрите. У нас по каждому выезду вставляется акт, который мы направляем во все стороны. И в сторону заказчика, и в сторону подрядчика. И в сторону ГИБДД. Городомострой. Городомострой. Ну, это понятно. Как подрядчик основной. Я к чему веду-то? Ну, отправляйте здорово, выезжаете тоже прекрасно. По итогу-то что? По итогу что? То есть, еще раз, вот смотрите, а как-то... То, сколько вы уже выезжали? Вот по времени, сколько вы это уже делаете? Ну, в чуть-чуть больше месяца, да. Ну, почти два, полтора тысячи. То есть, результаты какие? Как минимум, то есть, мы заметили системные маленькие ошибки на ямочном ремонте, которые даже в присутствии нас стали выполнять лучше какие-то виды работы. То есть, обработка битвом, ограждение территории, продукт хорошее. Стало лучше намного. То есть, дорожника все-таки можно похвалить? Те дорожники, которые выполняют, то есть, вот там несколько бригад, которые работают на ямочном ремонте, они молодцы. То есть, мы с ними уже познакомились, общаемся. Они, в принципе, хорошо выполняют свою работу. Без проблем сейчас. Есть маленькие претензии по ограждению и по всему прочему, но так, в принципе, довольно неплохо все выполняется. Еще один нюанс. Если бы, допустим, просто... Там бывали такие случаи, что в прошлом году, может быть, там какое-то время назад, что после дождя делают ремонт, да, или в грязь прям около, прям там были такие видео, там ходили по интернету. Да, все мы это видели. Сейчас такого нет. Вчера там был вопрос. Записывайте на свой счет такое улучшение. Получается, что да. Процедурные моменты. Может быть, может быть, совпадение, божья воля. Да, кстати, не первый раз мы, безусловно, уже говорим на эту тему, тему контроля за ремонтом дорог, и ваши коллеги из рабочей группы не раз уже в нашей студии говорили о том, что одна из проблем заключается в том, что сразу после того, как участок отремонтирован, по нему пускается транспорт. Чего, в принципе, собственно, сразу это делать нельзя, потому что и колеи могут появляться. Действительно, да, есть такая проблема. Ну, вообще, есть такая проблема, что прямо во время ремонта пускается транспорт, то есть нет ограждения. То есть я вот всегда на это указываю, когда у нас были встречи из ГИБДД и... А это у нас в эфире тоже уже звучало, что нет ограждений. Этот вопрос решается? Пока довольно трудно, на самом деле. А в чем проблема? А непонятно, в чем проблема. То есть на самом деле это обязанность и подрядчика работы, кто выполняет. Оградить там место ремонта, ну, если мы говорим про ямочный ремонт, то это проблема, а если мы говорим, когда идет там сферное покрытие, то там, в принципе, такой проблемы практически не существует. А ваши какие действия? Вы можете ГИБДД вызвать, например? Или как? Нет, это именно в рамках действий подрядчика. То есть ГИБДД, они, ну, как они говорят, они не в силах сделать что-то, да, то есть, ну, на самом деле, и не могут тоже участвовать, если захотят. Но на самом деле, если мы видим там ямочный ремонт, который происходит, его можно полностью огородить. То есть есть же вот эти там блоки пластика, водоналивные какие-то там конструкции и все прочее. Можно просто там полностью огородить, чтобы автомобиль не проезжал по подготовленной поверхности. Я думаю, что мы к этому все равно сейчас придем. То есть, по крайней мере, какие-то там знаки, которые, короче, даже не выставлялись, постараются знаки. Знаки объезда, да, в том числе этого участка. Вопрос тоже к людям, которые там едут, несмотря на то, что видят, то, что производится ремонт. Ну, есть же голова на плечах. То есть, если ты видишь, что производится ремонт, то не надо туда ехать по этим же выдолбленным, вырезанным картам на дороге. То есть объедить это место несложно. Кстати, вопрос тоже хотел этот задать. Вот представила сейчас такая возможность. Виталий, поступали ли вам такие сообщения? Недавно как раз-таки проехался по области, по югу, юго-западу, где-то в целом, тысячу километров где-то намотал. И очень активное движение по дорогам больших самосвалов, которые щебень везут. Вот люди уже начинают вроде как высказывать претензии, что эти большие самосвалы, они же портят дорожное покрытие. Ну, любой большой груз портят дорожное покрытие. Ну, а как им ехать? Нужно же каким-то образом приезжать? Они, видимо, тоже следуют к месту ремонта вот этих участков. Эту тему еще не поднимали в рамках рабочей группы. Ну, смотрите, все равно есть там та техника, которая должна перевозить материалы. То есть, да, это большие грузы, которые много весят, но что где делать? Они как-то должны приезжать? Что-то ограничить тоннаж массу перевозимого груза. Ну, можно, конечно, возить это все в багажниках автомобилей легковых, но я думаю, это не выход. Заключение, как известно, первое заключение по итогам своей работы общественная группа, группа общественного контроля подготовила, что дальше? По-прежнему вот такие выезды, инспекции? Ну, выезды должны продолжаться всегда. То есть, в любом случае, должно продолжаться. По поводу нашего первого заключения, где мы и проинформировали все стороны про выявленные нарушения, то есть, про все выезды, все акты, которые мы составляли полностью, мы их выслали и отослали. И все продолжаем отсылать. Помимо этого, мы выявили довольно интересные вещи в контрактах. Несмотря на то, что, в принципе, все в рамках законодательства, но лично я вижу, что контракты заточены под одного поставщика. Ну, факт. Во-первых, там крупная лота есть. Ну, допустим, ремонт дорог на 150 миллионов рублей. Зачем только крупный? При обеспечении заявки в 30 процентов. То есть, 50 миллионов рублей, там, вынь да положь, кто это будет делать. Я помню, это одно из ваших требований было, да, движение делать дороги, чтобы лоты были более мелкие. Ну, да, потому что мы же видим, то есть, я когда читаю отчет контрольщины палаты по проверке по своей городской администрации, там что-то написано, что основным подрядчиком является грудомострой. 70 процентов их работ он дает на субподряд. То есть, зачем он нужен? Я не понимаю немножко. То есть, давайте делать так, чтобы увеличилась конкуренция, именно за счет нее будет улучшаться качество. Без конкуренции в любой сфере ничего хорошего не происходит. Это проходило уже не один раз везде. Завершается время нашей беседы. Давайте еще раз повторим. Я вот еще хочу спросить по поводу вашего состава. Выезжайте, насколько помню, у вас там совсем таких вот, тех, кто постоянный, их не так много людей. Ну, то есть, вы выезжаете. Виталий постоянный. Да, кто стоящий много. В рабочей группе у нас есть 15 человек плюс-минус. То есть, пока что достаточно человек? Ну, хотелось больше, чтобы там простые люди участвовали. Это я к тому, насколько вас хватит. Ну, посмотрим, как только хватит. То есть, вот, испытания. Ну, а приходится, как бы, путь назад там уже закрыт. То есть, искусно рассказали, чтобы мы проверяли. Еще раз повторимся, что общественным контролерам или инспекторам может взять любой желающий. Всю информацию можете найти в соответствующей группе ВКонтакте «Делай дороги» либо на сайте общественной палаты обку43.ру. Да, Виталий Брамов, спасибо. Завершается на этом наш дневной разворот. Викторийная история создания через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор Викторины – завод «Вятич». История создания Викторийная история создания начинается. Володя подготовил загадку. Да, желаю всем удачи. В первую очередь, желаю удачи и призываю к участию новичков, которые еще не выигрывали сертификаты на одну тысячу рублей от компании «Вятич». 211-101, номер нашего прямого эфира. Сейчас будет история, затем загадка. Звоните, высказывайте свои предположения. И в том случае, если ответ окажется правильным, приз упомянутый вам и достанется. Ну, как уже в начале дневного разворота я сегодня говорил, сегодня Петров день, день памяти апостолов Петра и Павла. Завершился двухнедельный Петров пост. Один из четырех постов в православии, как известно. В народе этот пост называли Петровка-голодовка. Кстати, всех Петров и Павлов с именинами. Вот так вот. Немножко об истории этого праздника. В Вичане с большим уважением относились к Петрову дню. Кое-где он даже считался одним из самых главных праздников. Сначала было принято собираться за столом всей семьей. А вот уже на следующий день устраивалась общая трапеза на улице. Обязательно приглашали тех, кто живет небогато, бедно. Выставляли столы на улицу. Каждый приносил, что мог, из съестного. Естественно, плясали люди, пели, водили хороводы и так далее. Но, понятное дело, праздновать долго некогда. Все-таки середина лета и забот, хлопот у крестьянина в эту пору немало. С Петровым днем у наших предков были связаны такие приметы. Вот послушайте. У Петрова дня красное лето, зеленый покос. С Петрова дня покос. Доставай косы и серпы к Петрову дню. Петровке готовь литовки. Помнишь, про литовки я загадывал, да, это косы? Прежде Петра несуй носу, а после Петра берись за косу. То есть все это означает, что именно с этого дня или именно в эти дни начинался покос, заготовка сена. Молодежь на Петровый день, ну что она делала? Естественно, устраивала гуляния. Обычно эти гуляния проходили где-нибудь в красивом месте, у водоема. Гуляния собирали много очень парней и девушек со всех окрестных деревень. Песни, шутки, частушки. Ну, одна из основных целей такого мероприятия, конечно же, присмотреться друг к другу, на предмет создания семьи, приглядеться. В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Считалось, что это принесет здоровье, красоту и счастье. Вот, кстати, еще не поздно найти три ключа, сходить и умыться. Ночью этого дня некоторые предпочитали не спать, а выходить на улицу и дожидаться рассвета. Что считалось, что на Петров день солнце как бы играет в небе. То заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится. В общем, какие-то метаворфозы с ним интересные приключаются. Теперь немножко о приметах, связанных с Петровым днем. Если идет дождь, я сейчас сижу спиной к окнам в нашей студии идет дождь. Дождя нет. Нет. Если идет дождь, то этим летом будут проблемы с заготовкой сена. Дождь будет постоянно мочить скошенную траву. Если погода в течение дня меняется, то есть буквально через короткие промежутки времени идет дождь, снова выглядывает солнце, ветер, затишье, то хороший урожай в этом году будет. Сегодня такой в целом спокойный день. На Святого Петра дождь, урожай худой, два дождя хороший, а три богатый. Вот какая примета. В разных уголках Рятской губернии были свои, безусловно, особенности празднования Петрова дня. Например, на северо-западе нашего региона был такой обычай. Послушай, Свет, очень интересно. Теща готовила для зятя или же жениха дочери, когда уже помолвка официально состоялась, разные угощения, в том числе так называемый сыр. Но сыр это не в буквальном понимании, там прям головка сыра, настоящая. Это такое кушанье из муки и творога сделанное. То есть сырники это по большому счету, да, получается? Из муки? Ну ты же ведешь передачу «Вкусная жизнь». Веду. Ты же соображаешь в кулинарных этих тонкостях. Ну, как тебе сказать, Володя? Мука и творог. Сырники, получается, да, если пожарить? Ну да. Вроде бы да. Да. А еще зятю в этот Петров день надо было подарить крашеные яйца в количестве 101 штуки. Какая символичная для нашей радиостанции. Символичное число. 101, да? 101 яйцо. Вот почему-то 101, нашел я сведения. Яйца также дарили свекру и свекрови. А родня невест... Подожди, а что с этим яйцем это делать? 101 яйцо. А вот я, к сожалению, не нашел информации, в каком виде. В сыром эти куриные яйца нужно было дарить. Или в сваренном уже. Представляешь, в один присест 100 яиц есть. Крашеные они должны быть, да? Крашеные, да. Ну, наверное, вареные. Яйца дарили также свекру и свекрови. А родня невеста в этот день ездила в гости к жениху. Далее интересно. Если какому зятю теща гостинцы не послала, этот человек становился объектом шуток. А шутили так. Молодежь берет борону, навязывает на нее всякого тряпья, мусора, привязывает банки, накидывает в эту кучу навоза и тащит все это дело к дому, где живет зять. Зять при этом должен проставиться, то есть отдать гостям емкость со спиртным. Если не отдаст, весь этот хлам будет свален у него перед домом. Естественно, зачем ему такое счастье? Почиталась в Петро в день особенным образом вода, водные источники, особенно те, которые обеспечивали питьевой водой целое поселение. У нас в нашем регионе это не редкость. Есть проблемы с питьевой водой, особенно на севере, я знаю. Где-то люди собирались и вместе со священником шли к источнику и совершали там молебен. Еще о девушках. Что они гадали? Что они делали? Ответил уже. Гадали. Как и во многие праздники православные. Одно из самых распространенных гаданий на Петров день это завивание березки. Знаешь, что это такое? Сейчас объясню. На молодой березе нужно выбрать три ветки, сплести их в косичку и загадать желание. Завивали эти березовые веточки обычно красной ленточкой. Через три дня нужно было снова прийти в это место к березе и посмотреть. Если коса не распустилась и вот как-то не увяло, то желание это обязательно сбудется. И вот после этого гадания, после этой процедуры эту березовую косу обязательно еще и распускали. Еще из гаданий. Надо собрать на Петров в день 12 цветков с 12 полей и положить под голову, крепко зажмурив глаза. При этом произносить 12 цветов с разных полей, 12 молодцев. Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня погляди. Эти же травы можно было положить на ночь, то есть на время сна под подушку, чтобы увидеть вещи сны. Суженый-ряженый, приходи в мой сад погулять. Также под голову на ночь клали подорожник со словами. Трипутник-попутник, попутник это название подорожника, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого. Пора задавать вопрос, я думаю, да? Особенным этот Петров в день считался для определенной группы людей, так скажу. Считался, возможно, сейчас считается. Петра, апостола, эти люди просили о помощи, чтобы он принес им удачу, он поспособствовал. И хочу спросить, если вы хотите выиграть сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич», каких людей я имею в виду? Вот определенная группа людей, которые особенным образом к Петру относились, просили, чтобы он поспособствовал в их деятельности, так скажем, да, это деятельность такая. Ладно, пока больше ничего не буду произносить. Если туго пойдет, то, конечно же, подсказки от меня последуют. 211-101. Что это за люди, для которых вот этот Петров день был особенным праздником, особенной датой? Я еще про приметы могу рассказать, связанные с Петровым днем. На Петров день кукушки замолкают. Если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня, то зима будет ранней. А если же кукушка кукует неделю или две после Петрова дня, то и зима наступит поздно. Есть претензент, да, у нас? Да, слушатели. Алло, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Путешественники и мореходы. Путешественники и мореходы? А может, еще одна попытка? Может, как другое слово еще подберете? Ну, уже... Кстати, как вас зовут? Как вас зовут, да. Останин Александр. Александр, ну, на самом деле, тепленько, тепленько, конечно. В этом вы... В этом направлении-то, можно сказать, размышляете. Но вот путешественниками мореходы это не точно все-таки. Будете еще пробовать? Есть у вас еще? Секунду что-нибудь выдать. Торговые люди? Торговые? Нет, к сожалению. К сожалению, не торговые люди. На 211-101 звоните, отвечайте свою версию, высказывайте, что за люди, что... В общем, люди определенной профессии. Да, вот так скажу откровенно, такую подсказку дам. Почитали особенно Святого Петра. Есть еще? Есть, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут Михаил. Михаил. Я думаю, это рыбаки. А почему? Ну, почему? Да. Интуиция от вашей подсказки. Интуиция от моей подсказки. А вы помните, кем был апостол Петр? Нет, к сожалению. Один из 12, ну, как вот в Священном Писании говорится. Вы знаете, он был рыбаком. Был. Был рыбаком. Был. И поэтому Петров день считается особенным в нем для как раз-таки рыбаков. Вы правы абсолютно. Это правильный ответ. Мы вас поздравляем. Да, да. Да, вот вы именно в Петров день рыбаки просили Святого Петра об удаче, просили даже буквально конкретные вещи, подсказать определенное место на водоеме, ну, каким-то образом подсказать, чтобы знамение какое-то было, подсказать место на водоеме, куда можно забрасывать снасти. Ну, и, конечно же, рыба и рыбные блюда, они присутствовали на праздничном столе, приготовленном специально к Петрову дню. В общем, поздравляем вас. Сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич» вам и достается. Правильный ответ. Действительно, рыбаки. Еще немножко про приметы. Как придет Петро, так и будет тепло. День убывает, жара прибывает. Петр и Павел жару прибавил. Петр и Павел день убавил. Потому что к этому дню уже световой-то день сократился, да, уже. Понятно, о чем предыдущие были, да, три поговорки. Считалось, что именно с этого дня начинается самая жаркая летняя пора. Вот, судя по прогнозу погоды на ближайшие дни, у нас действительно ожидается весьма даже ничего с точки зрения температуры и присутствия солнца. На этом сегодняшняя викторийная история создания завершается. Еще несколько слов про нашего партнера. Компания «Вятич» запустила производство новинки. Это вятский квас-экспорт. Для приготовления экспортного кваса используется та же традиционная технология. Но есть нюанс. Более низкая температура брожения. В результате получается продукт с объемной долей спирта не более 0,45%. Благодаря входящей в состав экспортного вятского кваса азимой вятской ржи и других натуральных ингредиентов, он по-прежнему богат витаминами группы В, С и Е. На сегодняшний день открыты каналы поставки вятского кваса в Соединенные Штаты Америки, Германию, Китай и страны ближнего зарубежья. Еще раз благодарю нашего партнера. Ну что, викторийная история создания будет сейчас в четверг, в 12.30. Точно так же Владимир загадает загадку. На этом мы прощаемся. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. История создания.